Владимир Вячеславович, ну такие прям очень яркие события происходят. Поговорим про словацкого премьера, ну а начать предлагаю все-таки с китайского визита Путина и целых делегаций. Красиво, с помпой прозвучали первые заявления, кстати, о международных правилах, о территориальных целостностях и приверженстве, собственно, справедливости. До этого визита Путин говорил, что, в принципе, готов к переговорам по текущей линии фронта. Много будет Украины на встрече Путина и Си? Как вы думаете, и чем это для нас чревато? Ну, Украина точно будет. Песков это подтвердил. Да и сама логика развития событий. Тема актуальна и для России, и для Китая. Китай пытается быть таким своеобразным формально нейтральным мирным посредником урегулирования нынешней войны, которые он называет не войной, а кризисом. Но для России это тоже главное событие, которое определяет и внешнюю, и внутреннюю политику России, и ее нынешнее международное положение, и дальнейшие перспективы. Поэтому, конечно, это будет одна из главных тем. И все, что связано с этой войной, ее последствия. Ну, вот у нас просто обращают внимание именно на эту тему. Чего-то ожидают, я сразу скажу, не будет никаких сенсаций и никаких прорывов не будет. Я поясню почему, но обсуждать, например, будут, и вот это гораздо более актуально для Путина. То, о чем у нас почти не пишут и не обсуждают. У России сейчас большие проблемы в торговле с Китаем. Последние два месяца, ну, это, можно сказать, и проблемы и для Китая тоже, экспорт Китая в Россию начал снижаться. Почему? Потому что нет банковского обслуживания, или есть, точнее, проблемы с банковским обслуживанием. Крупные китайские банки не обслуживают торговлю с Россией, потому что они рискуют попасть под американские вторичные санкции. Финансовое обслуживание этой торговли идет, но идет по линии, ну, трансграничных финансовых учреждений, которые не связаны с Америкой, с Европой. Ну, в общем, это проблема. Это создает проблемы с платежами, особенно если российские фирмы хотят выходить через Китай куда-то вовне. Поэтому вот в этом смысле даже вторичные американские санкции не дали определенный эффект. Ну, и предупреждение в адрес Китая. Китай формально не реагирует и, наоборот, критикует такую позицию. Но китайские банки и ряд крупных китайских компаний вынуждены реагировать на такую ситуацию, потому что для них рынки в США и Европе гораздо важнее, чем российские рынки. Но так иначе это проблема, и Путин пытается, будет договариваться о создании некоего параллельного свифта. Напомню, свифт — это система международных банковских платежей, от которой Россию отключили еще в первые дни войны, заключение некоторых банков, которые должны обслуживать все-таки некие текущие операции. Это уже отвечает интересам Запада. Но вот для России это давняя проблема, и теперь она и с Китаем возникла. Поэтому Россия будет обсуждать создание некого параллельного механизма, параллельной системы международных банковских платежей в рамках BRICS, вот этого международного мнения, в которое входит Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка. Ну и ряд других вопросов, касающихся двусторонних отношений, экономических отношений. Но, конечно, война будет на первом месте. И отношения с Соединенными Штатами. Наверняка будет обсуждаться тема глобального саммита мира. Россия сейчас предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы максимально снизить число участников этого саммита. И, конечно, они будут убеждать Китай, что Китай должен пробайкотировать этот саммит. Хотя тут есть риск для Китая. Ну, точно можно сказать, что Си Цзиньпина там не будет. Это почти наверняка. Просто даже по графикам его визитов, по логистике. Но теоретически остается возможность участия просто представителей Китая. Конечно, в более низком статусе. Но теоретически даже посол в Швейцарии может участвовать в этом саммите. Просто как наблюдать. Ну, Россия уже поспешила заявить, что китайцев не будет. Китай не будет, да. Да, да. Ушаков уже сказал об этом. Но в чем тут проблема для Китая? Если Китай полностью проигнорирует этот саммит, как бы идя навстречу пожеланиям России, то тогда Китай резко снизит свои шансы быть реальным эффективным посредником в перспективе. Потому что тогда будет очевидно, Китай играет на стороне России. И он не может выступать формальным посредником. В лучшем случае он будет секундантом со стороны России, как бы отстаивать ее интересы на будущих переговорах. Но полностью нейтральным посредником он восприниматься не будет. А почему это плохо для китайской позиции? Это неплохо, это снижает их статус. Они стремятся быть таким посредником, главным посредником. Но есть и другие претенденты. Есть Турция, есть арабские страны, та же самая Швейцария. Ну, и целый ряд других стран. На самом деле целую очередь есть претендентов на роль посредника. Но если Китай будет так играть на стороне России, то тогда вероятность, скажем так, выступать в этой роли снизится. Ну и другой пример. Си Цзиньпин выдвинул инициативу проведения мирной конференции, международной мирной конференции с участием Украины и России. Но если Китай сейчас проигнорирует эту мирную конференцию, то какой смысл нам ехать? Думать вот так наивно, что... Я знаю точку зрения некоторых коллег, которые считают, без Китая никак. Только Китай сможет остановить эту войну. Я не очень разделяю эту точку зрения. Я думаю, что роль Китая несколько преувеличивается в остановке этой войны. У Китая четко выражены интересы. И они точно не связаны с интересами Украины. Китай не заинтересован в победе Украины. Про победу сейчас речь не идет, но тем не менее. Потому что это будет восприниматься как победа США. Китай именно так воспринимает войну в Украине, как противостояние с США. Другое дело, что и полная победа России и Китаю тоже не очень нужна. Потому что тогда статус России резко усилится, и Россия будет претендовать на роль самостоятельного центра влияния в мире. А это Китаю тоже не нужно. Китай претендует на роль... Вернее, на такую систему международных отношений, где есть два полюса. США и Китай. Третьего там не нужно. И Китай заинтересован в том, чтобы Россия оставалась зависимой от Китая. И чтобы эта зависимость усиливалась. Но так или иначе, объективно, политически, идеологически Китай ближе к России. Поэтому думать, что Китай будет давить на Россию, убеждая её прекратить войну, или будет выступать за справедливый мир, нет. В лучшем случае Китай будет выступать просто за прекращение огня. Это теоретически может отвечать нашим интересам, но с точки зрения именно посредничества. У нас сейчас, на данный момент, нет заинтересованности именно в том, что мы должны всё сделать для того, чтобы что-то Китай для нас сделал. Но мы уже убедились. К сожалению, ни в 2014 году, ни в 2022 году, ни за последние два года Китай ничего особо не сделал. Поэтому зачем мы из штанов выпрыгивать ради Китая? Да, мы заинтересованы в сохранении развития стратегических отношений с Китаем, партнёрских отношений. Но нынешняя война для нас главный приоритет. Мы должны выставить в этой войне. И для нас посредник, который фактически играет в интересах России, для нас не очень, скажем так, приемлем. Но так или иначе, тема будет обсуждаться, естественно. Почему я считаю, что никаких прорывов не будет? Ну вот хорошо, они договорятся, допустим, о проведении некой международной конференции. Но если Китай проигнорирует конференцию в Швейцарии, тогда и Украина, и если Украина не будет на этой конференции, что там будут делать западные страны? Запад уже заявил, в том числе, вот и Блинкин об этом сказал, это давняя позиция, она не поменялась. Когда начинать переговоры, на каких условиях будет решать Украина? У Украины подвижки уже есть. Вот на это я обращаю особое внимание. В отличие от того, что было раньше, даже Кулеба сейчас говорит о возможности в перспективе мирных переговоров с Россией. Скибицкий об этом так достаточно резко и применительно высказался, ну и так далее. То есть, так или иначе, я думаю, эти переговоры в перспективе возможны, и они как бы могут обсуждаться. Но что будет обсуждаться? Вот, например, во второй половине года, после саммита в Швейцарии. Формат переговоров. О чем они должны быть? Потому что по большинству вопросов между Украиной и Россией непримиримые противоречия. Компромисс невозможен просто. В каком формате будут переговоры? Я вам честно скажу, я скептик относительно формата международных конференций. Ну, не решаются такие вопросы, как прекращение войны на больших мирных конференциях. На таких конференциях может решаться вопрос послевоенного устройства. Вот это да. Так было, допустим, после Первой мировой войны Версальская конференция, после Второй мировой войны создание ООН и так далее. Но это вот может происходить. А сами договоренности о прекращении войны, они, как правило, осуществляются либо на прямых переговорах, которые сейчас невозможны, либо в узком формате с участием посредников. И число посредников должно быть ограничено. Это либо один посредник, либо там два, максимум три. Вот так это будет происходить. Но сначала надо будет определиться, где, как эти переговоры будут происходить, о чем будут переговоры. Вот тогда, я думаю, не раньше 2025 года они начнутся. Но идеи переговоров и вот все, что с ними связано, может обсуждаться уже во второй половине текущего года. Но Россия пытается навязать нам свою логику мирного процесса, которая для нас неприемлема. А для России неприемлема наша логика. Вот пока ситуация выглядит таким образом. То, что Путин заговорил про мир накануне поездки в Китай, ну это очень показательно. Это не потому, что он искренне хочет мира. Нет. Он пытается усиливать свои военные позиции, он пытается додавить нас военным путем, принудить нас к миру на своих условиях. Про мир он говорит, потому что про мир говорит Китай. Это такая игра в восточную лесть. Путин рассыпается в лесте перед Синдзинпином, перед мирным планом Китая, хотя никакого мирного плана нет. Есть только набор принципов. Есть общая и очень абстрактная мирная позиция Китая. План — это когда четко расписано конкретные действия, их последовательность, и хорошо, если будет график этих действий. Вот как бы мы ни относились к Минским соглашениям, но это был конкретный план. Что и как делать. Пункт первый, с чего надо начинать. Что дальше делать. Военные действия, ну скажем так, действия по прекращению военных событий, военного противостояния и политическая часть. Смотрите, если так оценивать мирные инициативы, то формула Зеленского тоже не шибко мирный план. Это принципы, да. Это тоже принципы. Это не план прекращения войны. Совершенно верно. Да, я об этом давно говорю. Это не план прекращения войны. Это не предложение для переговоров с Россией. Они неприемлемы для России. Как и для нас неприемлемы российские предложения о демилитаризации, демилитаризации Украины, признание оккупированных территорий российскими и так далее. Я же говорю, здесь полный тупик. Несовместимость позиций. Что такое формула мира президента Зеленского? Это наша стратегическая позиция. Долговременная позиция. Она может быть не реализована в ближайшее время. Может случиться так, что военные действия закончатся. Но Украина не откажется от того, что записано в этой формуле. От стремления вернуть все оккупированные территории. Как Япония не отказывается от северных территорий. Вот так и мы не будем отказываться. Когда будет благоприятная возможность, мы их вернем. А сама позиция, она останется неизменной. Украина будет добиваться компенсации от России за нанесенный нам ущерб вот этой войной. Это может быть без России. Это можно и нужно будет делать. И уже соответствующие действия предпринимаются через конфискацию российских активов и так далее. Это тоже игра в долгую. Тут быстрого результата не будет. Но тем не менее, Украина этого будет добиваться. Украина будет добиваться наказания военных преступников и так далее. Вот где можно будет договариваться, это некоторые пункты формулы мира президента Зеленского, которые можно будет использовать и в текущих переговорах. И, скорее всего, именно на саммите в Швейцарии об этом и будет идти речь. Какие пункты президента Зеленского использовать уже для будущих мирных переговоров? Какие именно? Прекращение огня. Об этом можно договариваться. Абсолютно точно можно сказать, что Россия не пойдет на вывод своих войск из Украины. Это наши требования. Но точно так же Украина не будет выполнять, и наши западные партнеры не будут выполнять предварительных требований России. Когда не будет взаимных встречных требований, тогда переговоры и начнутся. А пока будут такие требования с обеих сторон, реальных переговоров не будет. Но так или иначе. Прекращение огня. Об этом можно договориться. Причем я считаю, что это должно быть предварительным условием. То есть переговоры могут длиться очень долго. А вот надо договориться, чтобы на время переговоров не было военных действий. Вот Россию это не устраивает. Но тем не менее... Почему? А потому что Россия хочет, как это было и во время Минских соглашений, Россия хочет давить на Украину военным путем. У них сейчас есть определенные преимущества, пока нет достаточной американской помощи для Украины. И Россия пытается нас додавливать. И на Донбассе, и в Харьковской области. И для них это не просто стремление завоевать новые территории. Нет. Это стремление военным путем принудить нас к миру на российских условиях. Вот это стратегия России. Естественно, для нас реальные мирные переговоры будут оптимальны тогда, когда мы россиян остановим, когда военная ситуация стабилизируется, и когда будет очевидно, что России не удастся добиться своих целей военным путем. Это может, смотрите, вот здесь очень важный момент, об этом все говорят. Это может случиться под Полтавой, например. Подождите, что значит под Полтавой? Нет, подождите. Причем здесь Полтава. Нет, смотрите, с открытием нового фронта, с угрозами нависшими, в том числе над Харьковом, с угрозами в Донецкой области, есть риски продвижения достаточно далеко российских войск. Риски есть, да. Я же говорю, ну давайте так, вот сейчас нет смысла обсуждать под Полтавой, где именно фронт стабилизируется. Я бы сейчас не стал это обсуждать, потому что может быть немножко наоборот. Может быть и немножко наоборот. А может быть удастся нам продвинуться. Кто его знает? Всякое может быть. Война как качели. Корейская война. Там, знаете, когда была Корейская война, то американцы вместе с союзниками дошли почти до китайской границы, а то Северная Корея, китайцы в основном, дошли чуть ли не до юга Корейского полуострова. И у нас тоже война как качели. Россияне наступали, потом у нас был период наступления, потом был длитный период стагнации военных действий. Хоть сейчас россияне наступают. Ну, всякое может быть. Поэтому я бы не торопился с выводами. Я говорю о том, что главной предпосылкой реальных равноправных мирных переговоров, не переговоров на условиях одной стороны, а равноправных переговоров, будет стабилизация фронта. Где она будет? Это вопрос другой. Что касается Харькова, я придерживаюсь той позиции, которую высказывает абсолютное большинство военных экспертов. Сейчас прямой угрозы для Харькова нет. Я уж не говорю там про Полтаву. Потому что группировка, которая есть в Белгородской области, ее сил недостаточно для штурма Харькова. Они могут создать, если закрепятся, могут создать плацдарм, который впоследствии могут использовать для наступления на Харьков. Сейчас группировки, которые оценивают кто-то в 35 тысяч, кто-то в 50 тысяч, ее недостаточно для штурма Харькова. По оценкам российских военных экспертов, для штурма Харькова нужна 100-тысячная группировка. Такой группировки сейчас у России, в Белгородской области нет. Тем более, они еще хотят, тоже по-разному оценивают этот вариант, но теоретически это возможно, попытаться сделать что-то подобное, как в Харьковской области, подобное наступление в Сумской области. Но, скорее всего, речь идет о реализации умеренного, даже не стратегического, а тактического плана. Создание буферной зоны. Буферной зоны вдоль границы, которую можно потом использовать как некий плацдарм. Но это даже не предмет для торговли, что вот, мол, давайте мы уйдем из Харьковской области, а вы нам отдайте оставшуюся часть Донецкой области. Никто ничего отдавать не будет. И они нам не будут ничего отдавать, и мы им не собираемся ничего отдавать. Поэтому вот, где, на какой линии стабилизируется фронт, мы не знаем. Это вопрос открытый. И когда произойдет эта стабилизация? Вряд ли она произойдет в ближайшие месяцы. Потом стабилизация должна быть устойчивой. Она должна быть многомесячной. Вот тогда, да, тогда, если это будет позиционная война, если будет очевидно, что ни одна из сторон не имеет перевеса, не имеет шансов победить в войне, ну, тогда надо будет вести переговоры о том, хотя бы, чтобы прекратить военные действия. Да, еще вот один пункт, по которому можно найти договоренности, где может быть компромисс, этот пункт есть в формуле мира президента Зеленского, это обмен пленными всех на всех. Вот это, да, это вполне возможно. Обмен пленными всех на всех, скажем так, сразу, ну, как предвестник финализации, в принципе, войны. Ну, подождите, это часть финальных договоренностей, да, да. Но я просто упоминаю этот пункт, потому что он есть в формуле мира президента Зеленского. Потом там есть несколько пунктов, которые касаются в целом международных, скажем так, правил международной безопасности, не только завершения войны в Украине, но их можно отнести к войне в Украине, конкретизировать. Например, ядерная безопасность. О чём идёт речь? О неприменении ядерного оружия в военных действиях и о, например, нормализации, ну, скажем так, обеспечении ядерной безопасности вокруг атомных электростанций. Вот здесь можно договариваться о том, чтобы обе стороны не наносили ударов по атомным электростанциям. Надо договариваться о демилитаризации Запорожской АЭС. Это давняя идея и так далее. Это как пример. Ну и точно так же экологическая безопасность, продовольственная, там, обеспечение работы портов. Вот целый ряд вопросов, по которым тоже можно договориться не только прекращение огня и обмен пленными. Но это всё в перспективе. Это как пример, вот какие пункты из форума мира президента Зеленского могут быть использованы как согласованная позиция не только Украины, но целого ряда стран, участвующих в этом форуме, для будущих переговоров с Россией. Хотя мой прогноз с высокой вероятностью Россия отвергнет эти предложения. Не примет. Да, поэтому, я же говорю, не будет быстрого какого-то результата ни с их стороны, ни с нашей стороны. Это игра в долгу. Это такая вязкая игра, тягучая игра на контратаках, на контратах. Поэтому, но при этом вот Россия может отвергнуть, но закрытые консультации на уровне политических советников, в узком составе, вот такие консультации могут начаться где-нибудь там, допустим, в Арабских Эмиратах, может быть, в той же Турции, либо в Саудовской Аравии. Страну найти не проблема. Но это будет непростой и небыстрый процесс.